Народ, который не знает свою историю, забывает свою историю, он не имеет будущего. Поэтому вы, наша молодежь, всегда должны чтить, помнить и знать свою историю. Поезд памяти продолжает свой путь по городам России и Белоруссии. Сегодня его встречают в парке «Патриот». Уже стал традицией каждый год в конце учебного года ребята из России и Белоруссии на поезде памяти проходят долгий путь, который в свое время прошли защитники нашего Отечества, сражаясь с фашистами, защищая свою землю. В этом году в акции принимает участие 200 человек – 100 российских и 100 белорусских десятиклассников, которые проявились в учебе и общественной жизни, стали победителями Олимпиад и международных конкурсов. Ксения очень хотела принять участие в молодежной акции «Поезд памяти» и прошла официальный отбор на платформе конкурса «Большая перемена». Брест, Витебск, Смоленск, Гродно, Ржев, Вязьма. Путешествие проходит весело и интересно. Между собой ребята подружились сразу, отмечает десятиклассница. Мы с первого же дня вообще не заметили, что мы действительно с разных городов, потому что у всех абсолютно одинаковые интересы, все такого же возраста. И мы когда только-только, помню, сели за стол, начали с чем-то разговаривать, и только, наверное, минут спустя 20-30 мы поняли, что мы вообще абсолютно из разных городов. Но контакт сразу наладился, и мы очень рады. В парке «Патриот» ребят ждала обширная программа и знакомство с уникальными объектами. Старшеклассники посетили музейную площадку, где находятся более 500 типов техники и вооружения, как времен Великой Отечественной войны, так и современной. Побывали в крупнейшем мире танковом музее, прошлись по партизанской деревне и наглядно увидели, какой были жизнь и быт партизан в годы войны, а также посетили храмовый комплекс и дорогу памяти. Для нас, конечно, это очень значимое мероприятие, большая ответственность принимать этих ребят. Но самое важное, это, конечно, рассказывать об этом мероприятии, рассказывать другим школьникам. Ведь самое главное, что мы все должны делать, это хранить память и чтить те нравственные основы, которые были заложены тогда, в далеком 41-45-м году. Полина Толмачева, телекомпания Одинцова.